Какое-либо материальное свидетельство о вашем контакте, которое могло бы служить доказательной базой. И вопрос второй. Вы лично его касались? Ну, то есть, был ли, допустим, телесный контакт? Я прошу прощения, а психиатру вы это все рассказывали? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Мы знаем, а зрители, может, нет. Надо всем рассказать. Про психиатр, доцент Института психоанализа, кафедры психотерапии. А все-таки, мне кажется, что в первую очередь нужно было бы психиатру это рассказать. Это очень любопытно. Владимир Фальзенберг советует, видите, сразу туда пойти. Первое, о чем я подумала, что надо к психологу или к психиатру. Но она же об этом даже слушать не хочет. Владимир. У нее это все периоды, мере, обострения. Спросить, да, спросить вначале у зала, кто не скептически относится к возможности контакта. Я прошу быть уважительными, правда, потому что у всех свои... Нет, вы не опросите, не в дочь. Я хотела разорваться, хотела сначала сесть к маме, потом к дочке, потом, в общем, что муж как святой обезьянник, когда здесь красивые налево, умные направо, что же мне разорваться-то, что ли? Я тогда все-таки с вашего позволения... Вы определились, да? Да, я уже определилась. Хорошо. Извините, так получилось, сейчас Лену надо спросить. Да не, не, пожалуйста, я не собираюсь пересаживаться. Нет, мы с удовольствием просто... Мы интересны, если бы пересели ко мне. Нет, мне не нужно, мне отсюда... Помогу, я все подиваю. На самом деле я допускаю, несмотря на то, что моих скромных познаний не хватает допускать этого с научной точки зрения, допускаю, что может быть что-то существует, о чем мы понятия не имеем, что еще не доказано наукой, да, в общем-то, и существование самого Бога тоже, в общем, вызывает сомнения и подтверждение. То есть вот какие-то энергии... Ни вообще каких-то возвышенных стремлений мамы к высоким сферам, но тем не менее она за нее волнуется, и именно это мне нравится в позиции ответственной. Нет, в позиции... Мне нравится, что все мы гипотетически верим, что где-то в какой-то вселенной, может быть, очень-очень далекой, возможно, существование подобных нам или аналогичных, или других, но каждый конкретный случай мы всегда скептически рассматриваем. Буквально, буквально немного больше месяца назад я лично на протяжении трех дней наблюдал тарелки в Лос-Анджелесе, в горах, сидя во дворе у моих друзей, высоко в горах, мы наблюдали эти тарелки. Лично, так что мне надо теперь обращаться к психиатру, чтобы он мне сказал, что это не правда? Конечно, надо. Абсолютно. Притом, притом, мои друзья, которые живут там много лет уже, они говорят, 4 июля, когда день независимости Америки, в связи с тем, что очень много фейерверков, целые два дня над ними висела тоже тарелка, из которой вышло около 60 маленьких сигарчиков, и висели над территорией Лос-Анджелеса. Абсолютно классные тоже выходили? Нет, давайте я вам расскажу. Я вспомнил тогда, когда она мне сказала про час тигар, что на меня вот это явление, знаете, обрушилось еще в середине 70-х. Я работал в госоркестре с Паладом Бибюлягей, вместе с Ларисой Долиной, и Леоновой Сазонова, и Крамеров. Мы все слушали две бобины, которые записал звукооператор Муслима Магомаева, академика АЖШ, который делал обзор вот этого. Он занимался именно проблемами НЛО, и прикреплен он был к Академии водных исследований, потому что он рассказывал, что тарелки здесь обычно из дна океанов добывают определенные какие-то полезные ископаемые для них. Пару уточняющих вопросов, можно? Догадались ли вы спросить какое-либо материальное свидетельство вот о вашем контакте, которое могло бы служить доказательной базой? И, значит, вопрос второй. Вы лично его касались? Ну, то есть, был ли, допустим, телесный контакт? Контакта не было, он как-то держался на расстоянии, но он оставил на капоте машины, вот такой вот, он мне потом объяснил, ты потом увидишь... Это ерунда, значок Мерседес, если... Нет, у меня не Мерседес, у меня контакт. Знаете, такой, не металлический, какой-то неизвестный, я спрашивала, что это такое, это неизвестный металл, и на нем голограмма, он говорит, там будет голограмма нашей планеты. И действительно, вот такой вот пятачок... Как магнитик такой межгалактический. Ну, я его не принесла, потому что я не... А анализы делали этого магнитика? Не думала, что... Отдавали в лабораторию? Нет, я просто со своими знакомыми советовала, что это за металл. А у вас есть? Да, есть. А можно нам дать в Московский авиационный институт? Мы с удовольствием посмотрим. Не-не-не, это лично моя вещь. Я не обвиняю. Ватан, вы верите в меня, Бонтиан? Я... Нет. Не верите? Нет, ну, дайте я представлю сперва. Я так призывал к этому. Он всех призывает. Московский авиационный институт, начальник лаборатории высокочастотных ионных двигателей, кандидат технических навыков. Вот я сразу таким людям верю. Почему они не ходят в контакт? Ну, дайте. Ну, может быть, потому что не было ничего. Я так, готовясь к этой передаче, вспомнил, а за все время что-нибудь у меня было такое, что я не мог бы объяснить. Я мог бы припомнить только один случай, когда я не мог объяснить, что это такое. То есть я видел спутник, который летит в одну сторону. Спутник – это точечка, маленькая точечка, звездочка. И когда я отвлекся и вернулся обратно к спутнику, смотрю, он летит в другую сторону. Это необъяснимые вещи. То есть невозможно. Но, готовясь к этой передаче, я так подумал, это все было 40 лет назад примерно. Я нашел очень простое объяснение. Просто во время, пока я отвлекся, один спутник вошел в тень, другой с точно такой же яркостью вышел. Все можно объяснить. Объяснить можно, я согласен. Понятно, что можно путем анализа… Нет, понятно, развитие физики, математики, астрономии, технологии. Но… А вдруг есть какой-то камень, настолько энергии наполненный… Можно мне вмешаться еще раз? Нет, нет, нет. Наука – это, в общем-то, такая, общевселенские законы. Я понимаю, что можно… Так, что там с дургузским метеоритом? А что там с дургузским метеоритом? В принципе, ничего страшного, это комета, ледяная комета взорвавшаяся. Есть одна такая… Хорошо, а как мы там с пентаклями, которые везде появляются? Яна, это мы можем отдельно, по всем непонятным вопросам существует теория. Конечно, давайте сейчас мы… Объяснение. Если нет, это не значит, что нужно какое-то внешнее… Давайте вернемся к Снежане. Где НЛО? Для того, чтобы вернуться к Снежане, нам нужно помимо вас, Елена, выслушать еще огромное количество уважаемых людей. У нас вот приехали, да, прекрасное, громадное количество людей. Вернусь еще к вам, Бардан. У всех свой мозг, у всех свои аргументы. Вы считаете, что та ситуация, в которой вы были, она была такая печальная, да, скажем, мягко говоря, да, там, какие-то события, а вот это светлое пятно, как вы это назвали, это вас вывело из этого состояния, правильно? Да, да. Ну, отлично, это такой феномен известен, да? Произошло какое-то событие стрессовое повторное, и оно вытащило человека из предыдущего стрессового… Вы в предыдущем состоянии были в депрессии, судя по всему, да? Да или нет? Да, она была в депрессии. Сейчас вы не в депрессии, у вас хорошее настроение? Я считаю, что да. Или очень хорошее? Это так, но только стоит сохранить вот эту теку. Это хороший вопрос, мне нравится, ответьте доктору. Не знаю, передача по телевизору какая-то там, ну, газета. С хорошее настроение или очень хорошее настроение? Очень хорошее. Волгек живет на улице. Очень хорошее. Значит, я прошу прощения, я хочу просто мысль закончить. Все дело в том, что мы сейчас говорили о науке, это совершенно прекрасно, и можно долго об этом рассуждать и обсуждать, но вы забываете только одну вещь, что и психиатрия тоже наука, и там есть… Несомненно. И там есть этапы развития, и то, что рассказывает Снежанна, очень интересно, потому что там есть так называемый симптом открытости мысли, когда они общались с этим человеком, или, скажем, инопланетянином с помощью… Он меня считывал буквально. Вот, считывал, понимаете? То есть у вас были мысли открытые для него, да? Это синдром Кандинского Клерамбо, синдром открытости мыслей. Понимаете? Слушайте, пожалуйста, это надо какой-то курс проходить. Это надо курс проходить. Владимир, у меня вопрос. Вот ты приходишь… Я не к вам на «ты», а, имеется в виду, к потусторонней… Да я понимаю, ничего страшного. Вот я, ты, приходим к психотерапевту, рассказываем эту историю, и допустим… Допустим, допустим, гипотетически, это действительно случилось. Психотерапевт, человек, сомневающийся… Вызывает в листесу вторую бригаду, ну, ровоз, и тебя госпитализируют. Он сомневающийся. Он путем разговора может понять, что я не вру, и что я в нормальном состоянии, и мне не требуется… Есть техника? Или любой меня сомневающийся упечет сразу? Нет, ну, во-первых, насчет упечет – это какое-то такое представление народное. Значит, есть закон о психиатрической помощи, есть основания для госпитализации, недобровольные… Но у нас нет оснований. Нет, конечно. Нет, нет. Подождите, Свет, это уже хорошее, хорошо, спокойно. Но помочь человеку понять, что с ним произошло, и понять, что в перспективе с ним будет. Поэтому нужно человеку помочь разобраться в себе. Владимир, подождите, есть гипнотические практики, да? Возможно ли при помощи гипнотической практики понять, ну, я даже не знаю, как подобрать правильное слово… Давайте скажем так, да, врет человек или нет? Ну, значит… А зачем? А зачем это выяснять? Конечно же, врет. Ну, то есть, ему это подчудилось. Да нет, ну, Света, имею в виду, о чем вы говорите? Слушайте, вы, ну, в 21 веке живете. Света, врет, подчудивость, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Врет человеку, у него есть умысел, а подчудивость, и человек верит в это, это совсем другое. У нас могут быть галлюцинации. Кстати, Владимир сказал очень важную вещь. Смотрите, врет это… Ну, врут же люди действительно с умыслом. Конечно, конечно. А я тут умысла не вижу. Мое личное ощущение, что люди, ну, большинство людей, которые что-то видели, сняли и почувствовали, и которые рассказывают об этом больше, чем своему, там, мужу или детям, они хотят за счет этого прославиться. А, может быть такое, по поводу мамы. Я могу показать, как снять НЛО, я могу прямо здесь снять НЛО, с помощью мобильного телефона. Это я тоже могу сделать. А можно все-таки мы напугаем, и спросим у психиатра, что будет, если она не будет обращаться к специалистам, и никак не разрешится этой ситуацией? Может быть, будет хуже. Потому что она, к сожалению, не хочет посещать врача. У меня не хочет посещать врача. Но, в любом случае, вы мне можете всегда позвонить, и я вам помогу. Спасибо вам большое. У меня вредная работа.